всем здарова ребят ну что посмотрели думаю его видосик по поводу нового героя ну такое себе честно говоря первое впечатление очень в общем поехали дальше качаем его на эволюцию то есть прокачиваем и смотрим уже на более-менее таких интересных параметрах что он может ну я уже сказал минуса не автопрокер иммунитета к стану в принципе нет есть иммунитет к молчанию и бедствиям но это такое в принципе бедствиям нету автопрока и он наземный то что он дальний конечно это возможно плюс нету автопрока это очень странно для донатного плюс он бьет ребят три цели но бьет в течение пяти секунд то есть десять выстрелов по дамагу он конечно очень крутой так сделали мы эволюцию сейчас будем с вами давайте сразу же просвет качать сейчас его прокачаем попробуем что в итоге у у нас получится на 2 эволюции а потом я уже вам на максималке его потестирую покажу но пока честно говоря такое впечатление не очень как для донатного героя мне берс больше понравился пути он и бездонатный на это пока он не прокачаны у нас может дальше он просто будет тупо хасить все не знаю посмотрим в общем делаем пока эволюцию дальше будет видно так есть делаем вторую эволюцию так агументация у нас уже открыто хорошо сейчас мы до нее дойдем по поводу того какие созвездия ставить но я не знаю сейчас наверное им побегаю немножко потом вам смогу на это ответить по чарке по созвездиям потому что вообще непонятно во что его собирать он в принципе входит форму но опять же если его застанет у нее не войдет он не автопрокер то есть такое знаете непонятное с одной стороны есть смысл ставить это уклонение поставим уклонением него не будет точности не факт что его скилл будет работать знает непонятно очень много непоняток пока но качаем там посмотрим так 2 эволюции есть отлично докачиваем ему сейчас мы его соберем я думаю но мы оставим ремочный вариант однозначно для того чтобы потестировать на полу по локациях такой сборке я хочу посмотреть на отражалки его так давайте ремку лучше можно десятку даже сразу сделать по эмблеме я хочу щас залупить сюда пакт так поехали делаем агментацию так сейчас я хочу посмотреть так по чарка чаклянем чё у нас тут по чарам есть андрюхи давайте супер силой и вот и станем так созвездие соберем пока вариант дамажный давайте я потом уже дальше буду тестировать я хочу посмотреть как он против отражалок будет сливаться или не будет сливаться если будет сливаться то тогда ему есть еще вариант подашку ставить ну в общем непонятный герой во многом по крайней мере пока надо побегать немножко крит крит домах две пятерки причем блин и уклон падает еще уклон эти чисто это чистое издевательство какое-то сейчас что-то среднее соберем пока на первое время потому что непонятно и в уклон тоже его точить но я не знаю если смысл если он не будет попадать толку тоже никакого не будет блин нафиг этот уклонение сейчас зажимать лучше собрать шестую чарку потом на ролям уклонения если чё все равно это первое да блин где крит так нету у нас что-то крита блин просто писец какой-то ну вот просто нереально так не падает все что плохо начали созвездия падать после обновления реально в роли у многим ребятам и смотрю вообще просто печаль какая-то да блин ну что это за издевательство нам надо еще две пятерки всего лишь вытащить вот все падает кроме крит урона все что хочешь есть уклонение падают криты падают так отлично крит урон есть давайте еще что-то интересное для дома найдем еще один крит он хорошо покрыту мы его собрали в общем такая вот сборочка у нас давайте сюда еще для полного счастья поставим а ладно пусть будет не прокачан у него ну ладно поехали давайте начнем ну с рейдов стартанем я не знаю как он выживет не выживет мне интересно как он будет дальше дамажить просто и дамажит как видите он вблизи и возле себя что есть принципе минусом то есть он не бьет на дальнее расстояние это однозначно минус только ближнее расстояние дальность атаки небольшая соответственно печально все то есть максимум на что его можно рассчитывать и где на него рассчитывать это чисто по локации это атака фортов забытая на подземке братьевану я не знаю может он не будет дамажить много но чарко все и ушатали ну то есть для битвы гильдии я вот ну если так смотреть битва гильдии да вот у вас должен герой по всей карте фигачить относительно это возле себя вблизи бьет и все печально немножко короче не знаю мне пока реально он не нравится смотр мастер руну считал просто на изи плюс он станется я попробую где-то барда выцепить правда его фиг где выцепишь мне интересно посмотреть на домах по барду понятно у нас нету еще прокачки максимальной но честно скажу что-то что-то не то ребята так вот бард у нас есть но барда вот смотрите барда он барда он убивает ребят это анти бард вот о чем и писалось игнорирует превращение игнорирует превращение вот она таки есть его урон игнорирует эффекты превращения урона в лечение то есть по сути это добавили героя которые у нас против барда это анти бард судя судя по всему это чисто против него и еще против оккультиста оккультистом предотвращает да вот хил то есть против против таких героев но минусов очень много то есть как варианты его есть смысл тогда делать вдов насколько я уже вижу если его использовать чисто против барда чисто для этого как вариант не более того то есть чисто давный вариант не рунить его в атаку потому что судя по всему он будет сливаться еще и на отражал как с таким дамагом дамага он выдает дофигище просто дофигище и вот он включился зефир не пробивает потом прошел этот его просто слили то есть атакующий вариант но я не знаю если смысл он будет у вас убиваться на отражалках и на этом то есть вариант такой вот однозначно не катит придется придется реально его менять давайте попробуем сбегаем еще на полопа локации некоторые потом я его попробую перекачать давайте на подземки сбегаем ну это однозначно не для подземок видите он бьет три цели вблизи для полопа локации этот чисто для за башки атаки фартов там лабиринта то есть для таких локаций больше я не вижу в нем смысла в подземках этому это не о чем то есть пробовать вариант уклонение чтоб по нему минимум попадали но по дамагу конечно он крутой посмотрите что сейчас он с драконами сделает которые будут вблизи но видите дальности атаки нет тоже минус вот он включился и пошел дома их 2 ляма ну домах тоже не особо большой я не сказал дамага дофига по три цели то есть это чисто папашный герой не более того на битве гильдии использовать его на дефе он не автопрокер принципе он думаю зону защитить можно как вариант будет попробовать его потестировать на дефе поехали еще на другие локации сбегали потестируем его там но пока из предварительно то что я вижу такое себе я бы не сказал что он мега мега ванну но вот здесь посмотрите чем творит вот здесь он реально крутой то есть это чисто папашный герой но он ушатался но там герои с прорывами сейчас мы посмотрим против каких мы героев были если повезет мы сейчас его переделаем еще разок забежим вот смотрите в итоге мы получается оккультист на половину просил но нормальный героев я считаю чисто для pvp он реально крутой будет но надо его переделывать давайте попробуем другой вариант пиццу мы попробуем бубу-бу-бу-бу-бу давайте еще сбегаем на за башку еще тут и вот и стану на минималке но потом прокачаем уже на максималку однозначно его надо делать же лучим потенциала у него дофига ну есть конечно нюансов очень много стан нефта прокер вот он включился 298 ну вот здесь он тащит вроде как бы потом фрейя понятное дело но держится но опять же выключился из-за того что на нем было ремка не было бы ремки в году вы даже не включились забор энергии все-таки на него тоже действует такс хорошо давайте тогда другой вариант будем пробовать это позже здесь поставим с о а тут надо будет суд номер наверно мудрюхи нету или есть еще не сучить не сюда к сожалению нету давайте начнем с арены сначала но пока такой вариант потестируем опять же против тех же пока они есть так пробили немножко его так вот он включился но в такой сборке видите дамага явно не хватает уже он просто их не пробивает а его просто слили то есть не понятно что лучше даже просто по дамагу причем сборка на дав очень серьезная да плюс супер силой уже нам не хватает то есть такое непонятный очень герой как непонятно и понятно и он чисто для полу по локации например сисла на сравнивать с зефиром сок ником как по мнению намного интереснее будут некоторых моментах но это чисто против борта будет реально тащить и чисто вот выкидывать в пачке против бортов плюс он дебафает но опять же три цели на битве гильдии не знаю на дефе возможно как вариант на атаке я ему вообще не вижу бессмысленно чё это за траж творится со звездиями говори со звездиями чарами но честно скажу герой не впечатляет вот меня по крайней мере он не зацепил так как некоторые герои в общем нету в нем чем-то такого знаете пример вау можно попробовать кстати снова чара его как вариант поехали еще разок еще один заходит попробуем на арене пока он у нас есть но видите накидывают ему конкретно вот он сейчас включится дома не хватает если первый вариант с дамагом он еще как-то держался давный вариант по сути без уклонений без этого просто не о чем это при том что на нем у точности дофига нас уклонение конечно мало давайте попробуем на ком там у него ритуал вот здесь у него уклонения попробуем еще такой вариант но против борта против борта ребята но вот с уклонами поинтереснее стал но дамага все равно не хватает не знаю даже во что его лучше все уши тайны но здесь герой как бы с прорывом и шесть героев чем мы хотим если же брать подземки я посмотрим в общем буду дальше сейчас его перекачивать и сделаю вам уже тест на максималке наверно скорее всего уклонения будем его собирать чтобы он держался но это печаль него зона атаки небольшая то есть соответственно это герой очень ограничивает плюс он не летающий земной и не автопрокер это однозначно тоже минус да он не получает до махнул еще вопрос как против отражалок он работает но честно скажу пока то что я вижу это печаль ну вот смотрите убрали домах урон вообще не чем кота не бьет много сравните разницу атакующая сборка это небо и земля вообще пишите что вы думаете ставьте лайки ждите видосика всем удачи всем пока